Сегодня в Красноярске по инициативе Гражданской Ассамблеи Края собрались специалисты, чтобы обсудить, есть ли какие-то риски при строительстве рядом с Железногорском нового полигона для радиоактивных отходов. Его планируют возвести до 2024 года. Там под землей на глубине в 600 метров будут храниться тысячи тонн ядерных материалов. Мнение «за» и «против» выслушал Виталий Поляков. Ему слово. Сегодня в Педуниверситете прошел первый этап общественных слушаний о строительстве под Железногорском еще одного хранилища радиационных отходов. В общем, высказывали самые разные мнения. Представители науки считают, что этот процесс нужно максимально обезопасить и контролировать. Но некоторые экологи выступают резко против возведения новой ядерной помойки. Они уверены, что ее нужно строить далеко от населенных пунктов. Организаторы строительства хранилища, государственное предприятие, национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами сами решили пойти на общественные слушания. Ведь все, что связано с ядерными материалами, вызывают у большинства жителей опасения. Вспоминается Чернобыль и Фокусима. Цель национального оператора – успокоить красноярцев. Но сделать это будет не так просто, в чем еще раз можно было убедиться на общественных слушаниях. В голову это пришло, строить объект такого плана вблизи крупного населенного промышленного центра Сибири. Вопрос простой. Посмотрите на карты Сибири и ответьте на один простой вопрос. Почему в Соединенных Штатах Америки объект подобного класса строят в пустыне, а у нас в 4 километрах от крупнейшей реки Евразии и в 60 километрах от Пелевого города? Новое хранилище планируют построить в 60 километрах от Красноярска, северо-восточнее Железногорска. На глубине 600 метров захоронят тысячи тонн радиоактивных отходов, которые сейчас копятся в Железногорске, Челябинске и на других полигонах. Именно здесь решили устроить хранилище, потому что площадка подходит практически идеально, утверждают представители национального оператора. Сплошная скальная порода, которая практически не пропускает воду и уходит вглубь на несколько километров, практически без разломов и подземных течений. Это многолетние исследования и данные именно этой площадки уникальны, она стабильная и она максимально подходит для этого объекта. На общественных слушаниях высказывались и противники, и сторонники хранилища. Одни утверждают, что объект не представляет серьезной опасности. Необходимо лишь следить, чтобы все работы выполнялись в соответствии с проектом. Общественность должна контролировать процесс. Другие наотрез отказываются от хранилища и предлагают строить его в Москве. В любом случае, слушания будут продолжены, пока стороны не придут к общему пониманию, если, конечно, оно возможно. Только в диалоге, только в предметном реальном участии это возможно организовать. И надо быть наивным человеком, чтобы думать, что одно мероприятие вообще позволит решить весь этот комплекс важнейших задач. Это, по сути, запуск серьезного общественного диалога с разными структурами по этой теме. Поэтому немедленного результата ждать невозможно, это неправильно, это растянутая по времени вещь. Добавлю, в Железногорске уже прошли публичные слушания о строительстве хранилища. Горожане поддержали проект. Пока речь идет лишь о возведении лаборатории, которая еще раз изучит место под ядерный могильник. Эта работа займет несколько лет. В общественных слушаниях о строительстве нового ядерного хранилища может принять участие каждый красноярец. Для этого необходимо обращаться в Гражданскую ассамблею Красноярского края. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-9127. Или пишите на наш сайт afontovo.ru Виталий Поляков, Михаил Масленников, Афонтово Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова